Приветствую на своем канале. Сегодня готовим фруктовое мороженое. Нам понадобится миксер. Венчиком ручным не серьезно взбивать. Очень долго, тяжело, руки отвалятся. У меня клубника, вишня без косточек и черника. Ставлю в микроволновку на минутки две, чтобы это все растаяло. Нам понадобятся сливки жирные, желательно 40%. Но в наших магазинах я не нашла. Я беру 500 грамм. Пачку желательно потрясти. Выливаем в емкость, где вы будете взбивать. Емкость должна быть выше в раз 10, потому что это все увеличивается в размере и будут лететь брызги. Я вам советую вот так потом разрезать коробочку, потому что здесь иногда скапливается сметанообразная масса. Взбиваем до такой массы. Если будете таким миксером взбивать, минут 15 на шестерочке. Я взбивала комбайном на пятерочке буквально 5 минут. Добавляем сгущенное молоко 200 грамм. И также взбиваем. Есть упаковки с сгущенным молоком по 180 грамм. Ничего страшного, возьмите 180. Ягоды вы можете пропустить, прокрутить через блендер. Но вишню оставляю так, клубнику порежу. Сок от ягод оставляю. Это у нас получилось сливочное мороженое. Пламбир. Если вы добавите ваниль, будет ванильное. Добавите какао, будет шоколадное. Можно добавить стружку от шоколадки. Орех. Кокосовую стружку. Так как у меня три вида ягод, Буду делать порционы. Чуть-чуть отложила. Добавляю клубнику. И перекручиваю. Другую партию добавляю вишню. Я вчера тоже делала мороженое. Вот из таких сливок. Мне они понравились больше, чем вот эти лентовские. Вот и готово наше мороженое. Осталось только заморозить. Вы можете порисовать сверху. Добавить белое. И сделать какой-нибудь рисунок. Ну, не получается здесь. Или взять в кондитерский мешок мороженое. Выложить. И сверху сделать какой-нибудь узор красивый. Если у вас мороженое простое. Или одного вида ягод. То вы ставите в морозилку. Через пару часов желательно эту массу перемешать. Чтоб не образовались кристаллики. Но так как у меня несколько слоев. Ставлю на часов 4-5. Вот такие баночки, может быть, застынут, замерзнут через часа 2-3. Ну, а для такого контейнера часа 4 точно надо. Обязательно закрываем или крышкой, или пленкой. И остается дождаться, пока она замерзнет. Но хочу сказать сразу. Обходится она дорого. Около где-то 400 рублей. 250 рублей стоят одни сливки. Но по весу вот у меня маленькая баночка. Она довольно-таки тяжелая. Выход простого мороженого 700 грамм. Ну, а с ягодами больше килограмма. Попробуйте приготовить такое мороженое быстро, просто и без всяких плохих добавок. Все только натуральное. Ну, а это моя вчерашняя партия. Здесь клубничка однотонная. Одну массу только клала. Здесь сделала два слоя. Вишня и простое сливочное. Ну, а в этом контейнере ассорти со всеми ягодами. Посмотрите, какая структура мороженого получается. Такое вкусное мороженое можно есть в любое время года, не только летом, в жару. На этом все. Комментируйте, жмите на колокольчик и подписывайтесь. И обязательно давайте советы. И свои рецепты будем готовить и экспериментировать. Пока-пока. Стало мороженое. Все мои баночки. Вот такое вкусное и красивое оно получилось. Советую приготовить.